Сегодня Татьяне день. Ушановую Святую Татьяну и в православном свете, и в студентском асеродье. Об традициях свята, по вере и на реште популярности имя Татьяна доведалось Ганна Корольчук. Будучи святая Татьяна, жила больше к полторы тысячи годов тому в Риме. У переотгонения на христиан она была диаконисой, рихтовала людей до хрещения и присвечала их у основы христианской веры, за которую и загинула мученицкой смертью. У ее гонор 25-го студеня царква установила День памяти. Ее мученическая смерть была чудом, потому что палачи из язычников, которые совершали казнь, глядя на ее страдания, сами уверовали и стали христианами. Татьяна в переводе означает устроительница, чтобы и душевный мир устраивался мудро, благодатно, и внешние знания приумножались, чтобы постижение наук светских сочеталось с постижением самой главной науки, науки духовной. В этот день, больше 260 лет тому, была заснована первая ВНУ России – Московский университет. А у имя святой мученицы на территории университета освятили храм. Такое совпадение и принесла Татьяне усягульную студентскую любовь. Даже бронзовую статую студентки, когда корпус ГДУ имя Франциска Скарыны в народе назвали Татьяны. Личится, что когда подниматься за ее хвостики, то сессия пройдет удало и без хвостов. Правда, у нас час про историю свята мало кто ведает. Для сучасных студентов Татьянин день на года отпочит от учебы. Цекаво, что не глядячи на свое рымское походжение, имя Татьяна расповсюджено в славянских краинах. В Гомельской области оно было особливо популярным в 80-е годы минулого 100-го года, а ли сегодня стратила лидирующие позиции. Если взять статистику 1975 года, например, у нас именем Татьяны было названо 92 девочки. В 78-м это уже было 26, в 1988-м 16, в 2008-м году это уже было 4 человека только. Если взять сравнительный анализ 18-16 год, по 4 человека было, в 2017-м 3. В этом году, к сожалению, нет ни одной Татьяны. Личится, что девчонка, которая родилась в этот день, будет доброй господиней. А имя Татьяны наделится ей организаторскими творчими сдольностями, а так само им кнением до познания нового. Приклад тому, ведомая же храм в области Татьяна Ушакова, голос, который больше за 10 годов является визитной карткой радиостанции Гомель-ФМ. Сегодня в этот праздник, в Татьянин день, хочется поздравить всех Танечек, Татьян, Танюшечек с праздником, с Днем Татьяны. Пожелать всем здоровья, счастья, любви настоящей, всего самого доброго. Пусть те желания, которые на Новый год были Танечками загаданы, обязательно сбудутся в этом году. Хотя бы половина из тех загаданных желаний. Это будет очень замечательно. Еще я сама всегда учусь, мне очень нравится развиваться. Поэтому хочется поздравить всех, кто тоже учится в университетах и не только, а с Днем Студента. Так что своих знакомых Татьян тоже не забудьте поздравить. А я поздравляю от лица радиостанции Гомель-ФМ и Гомель-Плюс с праздником. С Татьяныным днем связаны и широк народных примет. Лечилось, что когда на Татьяну морозно и ясно, будет добрая Раджай. А когда проглянет Соня, каптушки прилетят рано. Когда в этот день идет снег, лето будет дождливое. Ганна Коральчук, Игорь Марыщенко, отель, радио, компания Гомель.